Мы думали, что очень скоро мы будем ей заказывать коляску, скорее всего, напечатанную на 3D принтере. Потому что это очень проблемная собака. Она выскакивает из абсолютно всех стандартных колясок, всех фирм, которые мы уже использовали. И теперь нам поступило предложение сделать для нее колясочку на 3D принтере. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока она ползает по выглу вот так, на своих... Своих двух. Вот, это один из таких наших, скажем, ну, не пациентов, это члены семьи, да. Это у нас все члены семьи. Вот сейчас мы присутствуем на выгуле как раз спинальников. Это собаки с особенной и очень особенной судьбой. В основном пережившие автотравмы, перелом позвоночника или какие-то у них врожденные или приобретенные заболевания, которые не позволяют им перемещаться сразу с использованием всех четырех конечностей. Поэтому им нужны соответствующие приспособления. Вот эта женщина вот уехала вот на синей колясочке. Вот у нее коляска из Америки, очень хорошего производителя. Вот тоже коляска из Америки у нас ездит. А вот у этого джентльмена коляска произведена на Украине. Так что вот. Ну, с чего бы начать рассказ? С чего начать рассказ? Наверное, с того, как это все дело начиналось, да? Ну, начиналось все с того, что я еще в школе, наверное. Вот у меня такие флешбеки. Очень хотела приют для собак. Но, само собой, понятно, что когда ты ребенок и растешь в неполной семье, у тебя замечательная мама, которая работает по пятидневке, ужасно устает, приходит вечером, вообще никакая бабушка, которая занимается исключительно воспитанием меня, то есть своей внучки, завести собаку такую ответственность непросто. С ней надо было бы гулять, естественно, лечить, вакцинировать, кормить. И эту ответственность никто не дал бы ребенку, то есть мне. Поэтому то, что я конючила там, мама, я хочу собаку, пожалуйста, ну вот, пожалуйста, пожалуйста, мама говорила нет, и это было абсолютно оправданное, нормальное решение, потому что собакой просто некому было бы заниматься. Но, опять же, на бабушку оставлять собаку и доверять бабушке собаку, это тоже лишняя нагрузка на пожилого человека. Поэтому мои мечты были мечтами ровно до того момента, как я сама пошла на работу. Но и тогда моя собственная мечта завести хотя бы одну штучку, одну собачку еще не могла осуществиться, потому что я работала в кино. И мы ездили со съемочной группой, я была оператором, впоследствии оператором-постановщиком. Мы ездили со съемочной группой в командировки, на полгода могли уехать, просто там в Севастополе уехали на полгода и все. И нас родственники не видели, ну какая собака, это значит, что куда ее, в зоогостиницу или... Ну непонятно, в общем, не могли себе позволить завести животное. Поэтому единственное, что я могла себе позволить, это тратить частично, ну если говорить четко, я половину зарплаты тратила на благотворительность, просто заходила на форум помощи животным, ну в частности собакам, так как у меня к ним лежит душа. И не глядя сливала полу зарплаты, вот так вот выборчат в темы, которые самые такие там, соц, помогите, спасите. Ну какие же самые жесткие, да, можно сказать. Вот, на лечение животных, потом пыталась заниматься пиаром, как-то помогать, пристраивать животных, размещала объявления, составляла хорошие тексты, потом ездила, там, периодически фотографировала, когда пристроила, ну в общем, вела какую-то такую пассивную волонтерскую деятельность, но непосредственно с собаками, так вот, чтобы взять, домой пронести, у меня ничего не получалось, потому что вот командировки и тяжелая работа. Ну, а как-то так сложилась судьба, что можно их снять, пожалуйста. Очень чистая собака. Теперь ты сначала одну почишешь, потом вторую почистишь. Вот она яблочко взяла и понесла во рту, они очень любят яблоки. Это просто для них такой, ну, маленький перекус, как витаминизированный перекус. Ну так вот, возвращаясь, значит, к теме нашей, сейчас я как-нибудь стану, чтобы не сильно слепнуть, к нашей теме возвращаясь, судьба сложилась следующим образом, что я хотела помочь одному щенку, который попал в аварию, его мальчик подобрал на дороге, принес в клинику, в клинике ему там морду зашили-перешили и отнесли в Одинцовский приют. И там были такие трогательные фотографии этого несчастного щенка, это девочка, ей было месяца три, наверное, где-то, что, конечно же, стало жалко, сердце сжалось, и в теме на форуме было написано, что ей требуются деньги на посещение офтальмолога. Ну и я, собственно говоря, эти деньги прямо куратору, нет, волонтера этого приюта просто привезла лично. Ну, лично я передаю ей деньги, и она говорит, ну, спасибо вам большое за помощь, конечно, но, к сожалению, мы все равно не сможем отвезти собаку к врачу. Я говорю, а почему? Вот же, вот же, я же вам даю деньги. А она говорит, что нет рук, ну, то есть некому. Все волонтеры разрываются, там в приюте было 160 собак на тот момент. Кстати, очень хороший приют с замечательным владельцем, Александром, помню его хорошо. Вот, и тогда я сказала, ну, наверное, тогда нам надо свозить эту щенулю к врачу. Нам дали координаты приюта, вот Александр, мы созвонились, и как-то темным вечерком, как я сейчас помню, мы приехали туда забирать собачку. Для того, чтобы показать ее, ну, врачу, и, возможно, несколько дней она пожила бы у нас. Значит, я сижу в машине, мне Александр... Открывается дверь, Александр мне сажает на колени вот такую тушу, просто пушистую, облако шерстяное. Я такая, это щенок? Ну, потому что у меня были иллюзии, что щенок трехмесячный, это какой-то такой, то есть я вообще, ну, то есть в собаках была полным, полным профаном, и ничего не знала, кроме того, что они замечательные. Еще я их немного боялась, ну, потому что бабушка мне всегда говорила, что бойся собак на улице, мало ли, укусит, переходи дорогу, если вдруг увидишь собаку, не смотри в глаза, обязательно укусит, и руками не маши. Ну, так вот, значит, сажают мне вот такую вот большую штуку, и я такая, вау, какая большая собака, ей что, точно три месяца? Да, точно три месяца, и мы поехали домой. Ну, прежде всего, дому что надо было? Ее отмыть от блох, потому что вот так вот раздвигаешь шерсть, и там корка черная просто из блох, значит, щипчиками вынимали поболошно, потом терли ее шампунем несколько раз, и стоят, они немного зацепились колесами, синхронно дышат, стоят. Ну, вот так. Ну, вот, отведи. А может ты их расцепить, потому что иначе они так и будут стоять и позировать? Да, они попозировали уже все. Вот. И после вот этих всех манипуляций домашних с вычищением блох, и после того, как она легла на свой лежачок, который, конечно же, мы ей купили, там сразу игрушек накупили, и еды докупили всего, она легла вся такая мокрая, несчастная, ну, типа несчастная, да, с одним глазом, у нее был зашит второй глаз, и такая вздохнула, и мы смотрим на нее, господи, ну, конечно, мы ее никому не отдадим, хотя мы работали по-прежнему в кино, у нас были командировки, всякое такое, но стало понятно, что все, вот она, первая собака с нами случилась. И, естественно, мы ее не отдали, хотя был такой момент, когда нужно было ее отдать месяца на четыре, наверное, маме, потому что мы поехали в следующую командировку, и, ну, естественно, мы не могли расстаться с животным, и моя мамочка сказала, что, ну, давай, я Ларочку заберу себе на это время. И как раз она была маленькая в тот момент, а когда мы вернулись, она была уже таким, ну, больше, чем подростком по своему возрасту. И мы ее не узнали, и она не узнала нас, потому что это то же самое, что отдать внуку в деревню бабушки. Нас встретил вот такой вот шар просто огромный. Мало того, что она выросла, так она выросла еще и вширь. И она вылетает в холл, испугалась нас, мы испугались ее, потому что мы не ожидали увидеть такую огромную жиробосину. Вот, тем более еще выросшую. Но потом, естественно, все было замечательно, так или иначе, вот. История нашей первой собаки глаз, ей потом спасли. Шилкин, просто потрясающий офтальмолог, самый лучший для меня, просто спас ей второй глаз, и она, собственно, двухглазая собачка. Так, давайте мы сейчас чуть-чуть походим, да, и я, наверное... А вот у меня вопрос, да, смотрите, вы рассказываете, что мы, мы, мы с кем вдвоем? Да. Вы открыли этот приют, так сказать, для собак. Мы с мужем. Ну, вообще, как было делать? Сначала я просто брала собак. Сейчас мы уйдем чуть-чуть в место, где потише, я продолжу. Ага, пойдемте. Ну, и как было делать? Сначала я взяла одну собачку, потом вторую собачку мы подбрали. И отреет. Он не добрый. Он не добрый. Потом подобрали вторую собачку в командировке как раз. Из киношной командировки мы вернулись с собакой, которую подобрали там на улице в состоянии скелета. И покупали купе для того, чтобы вернуться вместе с ней домой. Потому что мы поняли, что тоже, ну, как бы, мы не отдадим ее уже. Вот, потом была третья собака. Ну, все, это было подобрано, спасенное. Четвертое, пятое. И вот, наконец, случилась седьмая собака, с которой в квартире оказалось жить уже невозможно. Потому что она квартиру... Ну, это был агрессор, это наш эпичный Брейн. Скоро у него день рождения, мы будем праздновать... Ай! Колесничка. Вот, мы будем праздновать как раз день рождения мужа, 9 сентября. У нас еще и очередная годовщина совместной жизни с Брейном. Это когда мы Брейна взяли, и это был настолько сложный для нас период. Потому что мы впервые столкнулись с Зоо, агрессивный человек, агрессивной собакой. И мы жили в постсъемной квартире, которую он, ко всему прочему, еще и разобрал до бетона. Пой там было очень много проблем. Мы наняли ему персонального кинолога, занимались с ним и в группе. И индивидуально к нам приезжал человек. И, в общем-то, ну, я была еще тогда на восьмом месяце беременности, когда он на нас кидался. И когда он Диме в шею пытался кинуться и сожрать нас всех. Ну, в общем, это была такая серьезная история, которая стала катализатором нашего переезда за город. Потому что мы поняли, что собака не для квартиры. И седьмая собака в квартире, это уже перебор, тем более такая. Так что пришлось сначала съемный дом выбрать. Но там с собаками, к сожалению, невозможно было жить. Потому что все полы были застелены ламинатом. Лестницу, за лестницу хозяева очень сильно переживали. В общем, нам пришлось все покрыть пленкой в три слоя. Чтобы, не дай бог, собачки не ковырнули коготком их драгоценный пол. И, естественно, это была очень плохая жизнь, потому что жизнь была под страхом всего. Что вот у нас будут проблемы с хозяевами из-за собак. Хотя они знали, что у нас будут собаки, но постоянно переживали за мебель там, за диван и за все. И мы продержались, наверное, месяца четыре максимума, может быть, и три. Взяли два кредита и купили дом в деревне. Очень классный большой дом, куда мы переехали со всеми нашими собаками. Я сразу набрала еще штук десять, а потом и пятнадцать. И я стала брать стариков из усыпалок самых несчастных собак, которых инвалидов стала брать. То есть тех, кого, я считаю, будут брать в семьи меньше, чем обычных, нормальных, здоровых молодых собак. Ну, на самом деле, это так и есть, потому что, как правило, все-таки человек хочет, если он берет даже собаку, из-за периода прожить с ней всю жизнь. Но стариков, допустим, если человек берет, то, ну сколько, ну два года, ну три года, ну там, дай бог, пять лет проживет, а потом хоронить. Из-за этого люди не стремятся брать старых собак, а тяжелых собак-инвалидов брать также и по финансовым причинам тоже сложно, потому что их лечение дорогое, если вдруг, не дай бог, конечно, они попадут в стационар. Вот стационар, в котором мы своих собак лечим, стоит уже двадцать пять тысяч рублей в сутки. И, ну, зато там есть самая классная реанимация, реанимация в тяжелых случаях, безусловно. Если ее нет, то просто животное погибнет. В общем, дорого. Поэтому животных, вот сложных в уходе, с которыми надо быть двадцать четыре часа практически в сутки, каждый день следить, стаживать мочу, ну вот такие вот, как собаки на коляске, то понятно, что они требуют еще и определенных манипуляций с собой, да. Соответственно, брать семью не горят желанием большинство людей, я их прекрасно понимаю, а вот мне они, не то чтобы, они мне безумно нравятся, конечно, я считаю, что вот это мой долг, это моя социальная позиция, спасать таких животных, которые мало кому нужны, скажем так. И вот когда мы жили еще в том доме, в деревне, я очень большой акцент делала на собак из усыпалок, у меня собаки из Минской усыпалки, из Брестской усыпалки, из Кипрской усыпалки, также забирала прямо из Кипра к нам самолетом, отправляли собак, я их оплачивала, это дорого, но тем не менее, я считаю, что любая жизнь цена, неважно, где хотят эту жизнь отобрать, нужно помочь. А как вы решились финансово, не пугали финансовые трудности? Финансово я хорошо зарабатываю и зарабатывала, я скажу, чем я занималась, чем я занимаюсь сейчас, чтобы все эти вопросы сразу, ну, чтобы они не возникали. Я входила в топ-5 лучших свадебных фотографов Москвы, и я снимала очень дорогие мероприятия по 14 часов, по 16 часов, с учетом того, что мой прайс это 20 тысяч рублей за час. Соответственно, ну, у меня никогда не было таких вот прям каких-то глобальных проблем с тем, чтобы... Ну, а на что они будут жить, правильно? И, соответственно, когда я поняла, что у меня ретуши на год вперед скопилось, то есть у меня столько съемок было, что я не успевала их отдавать, и вот я сейчас сидела и ретушировала съемку, которую год назад сдала, и люди ждали, я поняла, что мне нужен перерыв, я просто не могу уже, не выдерживаю этого объема работы, и я приняла решение, что я больше практически не езжу на съемки, я занимаюсь только ретушью. Слава богу, мои клиенты, мои постоянные клиенты, с которыми я сотрудничала все эти годы, у меня остались, и сейчас я ретуширую их семейные архивы просто за гонорар, то есть это не то, что там одна фотка 20 рублей, а просто вот я называю сумму, а мне высылают большущий архив, и я вот каждый вечер сижу за компьютером, просто глаза на стол кладу уже, и спину тоже отстегиваю, но я должна это делать. Потому что на мне вот эта вот финансовая ответственность лежит. Про деньги, скажем так, вот сейчас мы дойдем до стройки, кстати говоря, пошли к стройке, и я расскажу еще больше о финансах, потому что, конечно, денежная сторона волнует очень многих, и такие вопросы всегда задаются. Мы здесь не очень пройдем, ну, нет, мы пройдем, Дим, если они будут застревать, то их, ну, через лодку, ладно? Наши новые детище, фактически наша мечта. Ну, так вот, значит, по поводу денег. Я считаю, что все финансовое бремя по содержанию в моих животных должно лежать на мне лично. То есть человек собаку берет, человек собаку содержит, правильно? Это логично, это нормально. Я, конечно, понимаю, что бывают такие лечения. Вот у меня две собаки тяжелые лежало в стационаре одновременно, и это было 50 тысяч в сутки. Ну, ни один нормальный человек, даже имея одну собаку, в инстаграме люди с одной собакой в стационаре, своей личной, не кураторской, не пристраиваемой, собирали деньги. Ну, я считаю, что это по-человечески, если друзья мне помогают, вот, в таких каких-то проблемах. Но, опять же, я и деньги одалживала тоже, когда мои собаки попадали по таким суммам в стационар. Но вообще кормление – это 6 тонн мяса, фарша, моркови, частично яблок. Тихо. В месяц. Кормление, содержание вот этого всего – это все мое бремя. Наша ответственность финансовая. Но что касается расширения, строительства, каких-то улучшений, на это у нас просто нет денег. И да, мы собираем средства. В частности, мы собрали на краудфандинговой платформе замечательной под названием «Планеты.ру». У нас было 3 или даже 4 проекта, я уже не помню. Но они нам позволили построить корпус для собак-инвалидов, для спинальников. Вот этот вот огромный корпус. Ну, это два даже колокорпуса совмещенные. Построить вольерные ряды и купить новые коляски для собак. То есть, лисий дом еще один построить. Один мы сами построили, а второй мы строили за деньги, которые пожертвовали, собственно, люди на нашу инициативу. И вот этот корпус мы сейчас строим не на свои средства. Есть два замечательных человека просто, которые знали мою мечту построить медблок для сложных собак. Медблок, я сейчас расскажу, что это такое, зачем он нам нужен. Вот, они просто дали деньги, это 600 тысяч рублей. То есть, для понимания, просто вот выделили средства на то, чтобы мы это, наконец, сделали. Дело в том, что у нас как... Ну, у нас много собак, которые должны получать, в том числе, инфузионную терапию в домашних условиях, не в стационарных. Мы умеем ставить катетеры, капелицы, выводить собак из-за пистатуса. То есть, мы умеем делать много, и нам не обязательно для этого нужен стационар. Но врачи нам дают назначение, которое мы можем выполнять дома. И у меня сейчас самые сложные собаки содержатся в моей спальне. И понятно, что мы без собак, то есть, любая комната будет собаками на спальне. У меня самые сложные собаки там, бывало и пять собак на капельницах. А другие собаки по ним могут ходить, выдернуть катетеры, или собака может взять и уползти там куда-нибудь в другой угол. Это все неудобно, проблематично, и, ну вот, проблемы за собой ведет. Соответственно, я хотела, чтобы у нас был, корпус с отдельными комнатами, а-ля стационар, вот как в ветклинике, чтобы там было не сено, у нас просто все корпуса с сеном заложены, соломой, 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 чтобы им было мягко, комфортно, уютно. Но все-таки для собак таких, которые требуют лечения, это не очень подходит. Все-таки там нужно дезинфицировать, мыть, промывать, там нужен линолеум хотя бы. Да, и это обязательно должны быть такие уникальные пространства, куда по одной собаке мы... Я проехала колесница по ногам. По одной собаке мы туда помещаем, подключаем к инфузиям, и точно знаем, что никто не убежит с капельницы, никто ни по кому не пройдет, ни на кого не сядет в этот момент, и собака спокойно прокапается. Также у нас нет горячей воды, это большая проблема, потому что у нас есть спинальники, их нужно мыть для того, чтобы их мыть. Летом это летний душ, зимой это, если капитально помыть собаку, это вот ехать в наш старый дом в деревню, там есть, естественно, горячая вода, и можно помыть собаку целиком. Если зимой нужно помыть, ну, осенью, зимой, вообще в любое нетеплое время года, подмыть просто собаку, то есть это либо средства, естественно, из аптеки типа Сенни, такие пенки, потом пеленкой протираем хлоргексидином, пеленкой и так далее, либо кипятится чайник, и все это моется в тазу, в общем, это тяжело. Ну, соответственно, у нас здесь есть шанс, наконец, сделать, не только провести туда воду, но и повесить обогреватель, сделать так, чтобы там была душевая, нормальная, помывочная для собак, и, кстати, для нас тоже, потому что мы уже четвертый год живем без душа, то есть вообще даже без туалета, без элементарных условий. Если надо помыться, то пешочком в деревню полтора километра, пожалуйста. Если надо сходить в туалет, то ведро там, пожалуйста, то есть все что угодно, но не как у людей все. Вот, здесь это все будет, и, в общем, я очень счастлива. Это будет небольшое здание, то есть даже не до выхода, или, Дим, с мансарды, без, я даже не знаю, без мансарды одноэтажное здание, невысокое, но главное, что оно будет удобное именно для решения таких гигиенических проблем и медицинских проблем, которые у нас существуют. И, конечно же, в планах, в каких-то глобальных планах, не в этом году даже, может быть, не в следующем, это купить анализаторы крови, потому что, ну, они стоят на самом деле миллионы. Я мечтаю, ну, видите, вот эта же мечта сбылась, просто очень часто нужен контроль к показателям крови, показателям мочи для таких вот особенных собак. И у нас езда с пробирками в клинику, ну, она бесконечная, то есть сдали анализ, надо пересдать анализ, потом следующей собаке сдать анализ и так далее, и так далее. Мы хорошо еще сами можем, вот, Дима, с медицинским образованием, мой муж, он может забрать кровь сам. И у нас есть пробирки, естественно, они хранятся в нужных, да, условиях, просто берем собаку, берем пробирку, набираем для клинического анализа, для биохимического и везем в клинику. Клиника рядом, ну, с лабораторией, ну, опять же, лаборатория делает двое суток, то есть, а до Москвы три часа. Какая-то нерешаемая проблема получается, соответственно, ну да, мечта есть такая, купить анализаторы, еще и научиться им пользоваться и все эти... Да, и космический корабль, да, Дима правильно говорит. Вот, вот. Значит, какие вопросы? А, да, еще мне часто задают вопрос, сколько здесь вообще строений и земли. Мы переехали из жилой деревни сюда, мы купили сельхоз землю, потому что жить в жилой деревне с большим количеством собак нереально. Ну, соседи, жалобы, это неуважение по отношению к людям, которые живут рядом, даже если они будут не против, все равно я бы чувствовала себя очень некомфортно. И я чувствовала себя очень некомфортно, когда я боялась, что собаки полают. Мы тогда еще очень активно ездили по съемкам и возвращались порой даже в час ночи, звонили соседям, блин, предупреждали, что вы нас простите, пожалуйста, сейчас мы приедем, собаки будут лаять, у них маленький ребенок, вообще это был кошмар. Что я очень переживала, что мы будем как-то мешать, что я бегала, убирала за ними какашки, просто пока они до пола не успевали долетать, чтобы, не дай бог, какой запах к соседям не прошел. В общем, это не жизнь, а какой-то кошмар. И в какой-то момент получилось так, что я открылась на объявление, что прямо напротив деревни продается 5 гектар сельхоз земли. Да, здесь нельзя прописаться, здесь много чего нельзя делать, но здесь надо заниматься сельскохозяйственной деятельностью, собаки туда входят, и лисы тоже, пушные звери туда входят. Но самое главное, то что напротив деревни и по цене в два раза дешевле среднерыночной, то есть по кадастровому даже, дешевле, чем кадастровая стоимость, продавались эти 5 гектар. Вот, ну мы, конечно, обалдели, и все сложилось, я думала, где подвох, подвоха не оказалось, и действительно все сложилось. Соответственно, мы построили сразу в первый год три корпуса, а во второй год мы уже строились на деньги с планеты РУ, то есть на деньги людей, которые пожертвовали. Обросли собаками по полной программе, потому что когда у меня есть площадь, конечно, я собаки-собаки, идите сюда. Сейчас я уже не остановилась, то есть у нас 100 собак, и я сейчас иду на улучшение их содержания, не на увеличение их количества, а именно на улучшение содержания. Но хотя сейчас скоро будет 103, потому что приедут все-таки трое из сургутской усыпалки, не смогла я устоять, когда мне скинули в Инстаграм объявление, ну пост, да, пост, назовем так, публикацию о том, что в Сургуте усыпляют через 10 дней, и там были очень плохие фотографии. В общем, я сказала, что я участвую тогда в этой истории тоже, я могу забрать, говорю, одну собаку, а волонтер говорит, хорошо, и высылает мне, и начинают мне сылать фотографии этих собак, которые хотят уехать домой, и я говорю, стойте, я говорю, стойте, потому что я не могу забрать всех, а я, вот вы трех выслали, а как я сейчас из них выберу, ну, они же умрут, если их не забрать, а там старики какие-то, там вообще инвалиды, в общем, то, что точно не заберется, да там даже щенков усыпляли, и я сказала, давайте тогда я заберу этих трех, и вот их там, ну, я сказала, но их нужно провакцинировать будет, и выдержать карантин, потому что к нам нужно, чтобы собака прижала только вакцинированную, естественно, потому что здесь, ну, большая концентрация собак, и недопустимо, чтобы что-то случилось, сейчас они еще в Сургуте, но они только что, вот мне выслали прям фото паспортов, что все хорошо, фото собак, все хорошо, я все оплачиваю от и до, и передержку им сейчас оплачиваю, и вакцинацию, и поездку, не знаю, как они самолетом, или как, не знаю, какие там пути сообщения до Москвы будут, все это буду оплачивать сама, и так что у меня будет 103 собаки, но вообще этот год у нас посвящен, как я сказала, улучшательствам всяким, мы полностью зимы перешли на, не то что на натуральное питание, а на кормление животных, животных наших только мясом и красной рыбой, то есть это рыба лососевых пород, это семга, озерная форель, кита, горбуша, нерка, то есть мы тут шли зимой, и у нас красная рыба просто, лежала на снегу, это было очень красиво, безумно, а про красную рыбу, именно про лососевых, нам рассказали наши друзья, у которых хаски, и они кормят по такой системе, то есть это нормальная еда для рабочих животных, которая содержит кучу витаминов, хондропротекторов, особенно в головах и хрящах, вот это прям вот, вот самый кладезь витаминов, я как фанат диетологии у собак, я этим вообще брежу уже очень давно, полезла, высчитывала там количество всех витаминов, всех микроэлементов, именно брала голова, семги, не пили семги, а прям считала по голове, сколько кому надо, какая калорийность и так далее, все это, вот, и мы поняли, что собаки наши становятся все прекраснее, то есть, когда мы перешли из такого обычного классического питания, это крупы и мясо, только на рыбу и мясо собаки стали просто в прекрасной форме, то есть, они все блестят, лоснятся, спинальники набрали вес, хотя, откормить спинальника очень сложно, но у нас идет, где-то полтора килограмма на собаку в сутки, еды, это такая дозировка, то есть, конечно же, она больше, чем это, наверное, принято у других, но, во-первых, я склонна, вот, вот, посмотрите на вот это вот, я склонна немножечко добавлять килограмм веса собакам, вот, ну и, во-вторых, конечно, спинальники, инвалиды, люди, хотел сказать, собаки с проблемным желудочно-кишечным трактом, они требуют особых диет и особого подхода к кормлению, соответственно, после того, как мы озадачились поиском оптовиков, это рыба-мясо, ну, рыба-мясо-субпродукты и всех нашли, Дашеньку понесло дальше и она стала смотреть оптовые базы по овощам и по всяким минеральным добавкам, витаминизированным добавкам для животных, по маслам, для того, чтобы сделать вообще нашу еду идеальной, вот, просто идеальной, поэтому мы совсем недавно закупили 200 литров рыбьего жира, это незаменимые омеги для шерсти, наш Дима нашел базу с оптовой морковью, которую мы добавляем сейчас в нашу еду, ну, яблоки, это у нас просто каждый год так на закусь, вот, и рассматриваем еще раз, а, купили цамокса, 50 кило витома, вот сейчас можем выйти, я покажу, прям коробками стоит это пребиотик, в общем, все, что только нужно и можно, я стараюсь в этом году полностью вот это вот все систематизировать и прийти к тому, что я скажу, что я довольна тем, как у нас, полностью довольна тем, как у нас собаки едят, содержатся, какой эмоцион они получают, солнечный эмоцион, это очень важно, чтобы собаки гуляли, как у нас устроены выгулы и так далее, вопрос, кстати, я могу говорить о них, бесконечно, как устроены выгулы, он очень простой, у нас 6 корпусов, 5 гектар земли, огорожен 1, соответственно, все собаки внутри корпуса дружат между собой, но они могут совершенно не дружить с собаками из другого корпуса, поэтому выгул организован так, сначала открывается дверь одного корпуса, все собаки гуляют столько, сколько они хотят, у нас выгулы идут целый день практически, но зимой это все короче, они потому что сами заходят в дом, когда там они устанут, замерзнут, набегаются или посчитают, что им там хочется сейчас лежать, вот, двери одного корпуса открылись, все собаки погуляли, побегали, старики полежали, там пошамкали, как-как-то, походили, подвигались, зашли, успокоились, поели, двери закрылись и так следующий корпус за исключением агрессоров, агрессоров это, агрессоры это вообще отдельная тема, моя боль, очень редко, когда агрессоров берут семьи тоже, я не считаю себя, упаси господь, профессионалом по агрессивной агрессоры, боль моя, которые, собаки, которых тоже мало кто берет и главное, что их обычно не знаешь, куда, люди не знают, куда приткнуть и очень часто над ними тоже грозит усыпление, висит там эстаназия огромным, не знаю, с чем сравнить, в общем, да, мы забирали агрессоров одно время, но по принципу такому, что они живут отдельно и с ними работаю либо я, либо Дима, то есть есть собаки, мы даже проходили мимо одной такой сегодня, которые меня не принимают, я ими не занимаюсь, я к ним даже не захожу, к ним заходит муж, потому что он наладил с ними контакт, есть собаки, которых обслуживаю только я, это именно агрессивные собаки, при этом я знаю, там, как повернуться, как посмотреть, когда отойти, как их пропустить, там, ну, то есть все, вплоть до того, как мои жесты все построены, с такими животными, чтобы, не дай бог, не спровоцировать агрессию на себя, но даже вот есть к людям по имени Рокот, привет кураторам, бывшим Рокота, замечательные люди, я правда их люблю, я очень люблю Рокота, самого, значит, он абсолютно не принимает Диму, потому что раньше, в его прошлой жизни, его били мужчины, и он терпеть ненавидит мужиков просто, вообще, и он любых мужчин не воспринимает, как вообще источник чего-то доброго, поэтому он кидается, и кидается, он довольно опасно, соответственно, когда Рокот на участке, Дима просто не заходит, я всегда говорю, Дима, я выпускаю Рокот, ты не заходи, и пока я его сама не загоню, я не справлюсь с ним пока, я, ну, соответственно, он и не заходит, но есть собаки, к которым не подхожу просто я, у нас были случаи, у меня были покусы, я, в принципе, обычно дашу длинные юбки, потому что у меня все ноги в шрамах, ну, руки тоже, но это нормально, я примерно представляю, что собаки, это не утепусечные, картинки мимишные, там, из инстаграма, что они, это животные, это животные, которые могут нанести телесные повреждения, и неоднократно я с этим сталкивалась, но просто в силу того, что очень многие животные, которые к нам попадают, они, конечно, имеют за своими плечами тяжелую судьбу, это искалеченная психика, это плохие характеры, пильвей, выходи оттуда, неужевчивость, все это бывает, но это именно, да, есть собаки не вольерного содержания, они сидят внутри дома, но у них отдельный выгул, это такие, которые не холодоустойчивые, или, как это сказать, вообще гладкошерстные животные, которым вольеры просто не подходят, но они также агрессивные, и поэтому у них есть персональный... а когда агрессоры гуляют, вот собаки-инвалиды, они их не обижают, не трогают? Не-не-не-не, значит, собаки-инвалиды, во-первых, они гуляют ровно пока не устанут, они гуляют всегда одни, то есть, все собаки, когда выходит агрессор, все собаки сидят по домам, и это выходит одна-две собаки, которые уживаются друг с другом, и никогда не выходят на выгул те, которые могут сцепиться, потому что конфликт, драка, это то, что могут устроить собаки, но это то, чего нужно избегать по максимуму, то есть, в 99% у нас получается, если случаются какие-то редкие конфликты, то скорее потому, что к нам приехала какая-то новая собака, которую мы недостаточно хорошо знаем, и у нее оказался тяжелый характер, то есть, может быть, там какая-то вспышка доминантности есть, но мы сразу эти моменты отслеживаем, и их рассаживаем, больше такого не допускаем, стараемся не допускать. Часто меня спрашивают, как я запоминаю все вот эти имена, имена 100 собак, но это очень, очень простой вопрос, имеющий очень простой ответ, потому что все мы учим иностранные языки, как я люблю говорить, и многие из нас знают несколько иностранных языков, вот считайте, что это просто 100 слов из иностранного языка, которые ты постоянно каждый день повторяешь, потому что вот ко мне подходит собака, Вильги Фортис, иди ко мне, мне говорят, а Вильги Фортис, вот это имя, и что она откликается, а как ты сама-то запомнил, Вильги Фортис, сокращенно Либерато, названная в честь средневековой бородатой святой, то есть женщины борода, да, да, то это может быть смешно, но она похожа реально, и мы ее так назвали хаски, у нас все называются по скандинавской мифологии, вот это Фрея, допустим, вот это вот Виспасиан, Варфоломей, я ей конечно, Варфоломей Виспасиан сейчас дома, у нас была очень смешная ситуация, когда мы как раз Виспасиана привезли в клинику, ну, он как бы весе-весе, стали оформлять его, а нас было тогда много человека, у меня приехали мои друзья, значит, оформлять собаку в клинику, и дошло дело до того, а как зовут собаку-то, то есть мы как-то откладывали все вот этот момент, озвучание его имени, и там пол, возраст, все что угодно говорили, там анамнез записывали, чем он болел, а потом, а как собаку-то зовут, и такая пауза, повисла такая тишина, врач смотрит, типа, в чем проблема, и я говорю, ну, кто скажет, ну, типа, Даш, ну, ты говори, твоя же собака, говорю, его зовут Виспасиан Флавий, все-таки, а можно как-то сокращенно его записать, но мы записали его в Весе, ну, в общем, имена я обычно даю, конечно, извращенные какие-то, но так как я каждый день общаюсь с ними, и вот так вот мацию, тиску и называю по имени, в том числе и приучение к имени идет таким образом, то есть я не просто собаку, там, обращаюсь, там мимо иду, а, типа, Фрея, там, привет, и дальше пошла, она не поняла вообще, что я сказала, нет, я подхожу, говорю, там, Фрея, Лавруша, там, Глажа, Стрела, ну, если гончия, гончих так зовут, специфическими именами, или беру за шейник, там, веду, говорю, там, Мелисса, пошли, чтобы они своими именами тоже сами запоминали, и поэтому, вот к нам, когда приезжают люди, мы, мы там, выпустили корпус со всеми гончими, они все одинаковые, ну, то есть русский пегий гончий, русский гончий, в принципе, на человеческие глаза обывательные, все одинаковые, то, конечно, мы их различаем, они знают всех, каждый свое имя, я могу там сказать, «Раскат, подойди ко мне», и выделяется из толпы, значит, гончая такая подходит, а как, как это вообще, как вы их различаете? Ну, просто нужно с ними общаться, вот, по поводу того, как меня воспринимают собаки, собаки, все так мило говорят, ну, вы же их мама, там, псина, мать, и все такое, собаки воспринимают меня очень часто, конечно, они меня любят, но некоторые собаки воспринимают, как еду под носилка, как мячик, как кидалка, как, там, развлекалка, как капсулка, да, то есть они наглые, они залюбленные, они очень, как это сказать-то, ну, вообще все у них есть, как сыр в масле, и они считают, что, ну, конечно, так и должно быть, ты прибежала, ты принесла, там, ты подмыла, ты с подношением, вот, стационар ездили с подношениями, значит, к нашей одной собаке, да, вот так вот, такие дела. Предлагаю пройти сейчас и посмотреть на наше место, хранилище кормов. Пойдемте, только нам надо пройти мимо, сейчас собака, это будет снова громко. Был в лусятнике, держим. Так, ну, пошли. вот вон там дом расстает у двери, это она показывает всем своим видом, что она хочет домой, то есть вот, когда они хотят домой, они подходят и конючат у двери, а вот эти домой еще не хотят. Так, нам надо выйти, никого не выпустят за ворота. Дим, наверное, ты собак сейчас попридержи. Валентин, мы выходим, вот здесь главная вот эта вот собака, которая хочет пить. Отлично. Здесь у меня консервы, консервы мы покупаем, привозим, покупаем, привозим. Консервы у нас едят в основном старики, которым очень тяжело жевать, и которые беззубые, или собаки на докорме со слабыми желудками, и они могут есть по 3-4 банки в день. Вот, совсем недавно, вчера буквально привезли наш видом, я его даже еще не открывала. Вот, написано видом, это пребиотик. Здесь 50 кило, это как раз нам на курсе 28 дней, на всех наших животных. Вот, ну и пошли. Дим, ты откроешь нам контейнер. Когда мы перешли полностью на систему кормления мясом, натуральной едой, была зима, и, ой, кормить, точнее, хранить все вот это дело, мясо, рыбу. Было комфортно прямо на улице, потому что улица, считайте, была фактически холодильником. Когда наступила весна, мы стали думать, а где нам, собственно, хранить, потому что мы привозим по 2 тонны, 3 раза в месяц. Ну, сейчас мы привозим чаще поменьше, но это не важно, в общем, 6 тонн в месяц и надо где-то хранить. У нас был и есть ларь холодильный, который на 200 кило, но это вообще ни о чем. И он стоит в деревне, там тоже хранится мясо, но в маленьком количестве. Соответственно, нужно было или рыть погреб ледник, чего мы не умеем, но мы... Ну и дорого получилось. Либо же купить вот такой вот контейнер, который удерживает температуру продукции, которую мы привозим. То есть она там не размораживается, не течет. Дольше. Ну, она, конечно, мы не храним дольше там месяца, мы наоборот, мы привозим трижды в месяц, но сейчас, опять же, как я сказала уже чаще, там ничего не успевает разморозиться благодаря вот этой вот конструкции. Вон там баночка стоит с рыбьим жиром, который мы заливаем каждый день. Там морковь у нас, здесь у нас сейчас за фарф приехал. Яса сейчас у нас в деревне хранится в холодильном ларе. И теперь я предлагаю еще пройти вокруг нашей территории и дойти до наших лисят, и я пока расскажу о том, собственно, нашем втором направлении, которое мы открыли в прошлом году. Случилось так, что я познакомилась с одной замечательной девушкой, которая мне пристроила собаку с эпилепсией, сложную собаку, ну, больную, тяжело. И мы с ней на эту тему, конечно же, очень много разговаривали и подружились. И выяснилось, что ее зовут Олеся. Леся, привет! И выяснилось, что у нее дома живет две лисы. Я такая, лисы? Дома? А плюс у нее еще кошки, собаки, там, причем борзые собаки, то есть собаки охотничьих пород. Она говорит, да, у меня дома спасенные лисы. И я говорю, я тоже хочу. И в эту тему как-то с головой влезла, ну, просто стала считать информацию, скачивать какие-то диссертации из библиотек электронных по лисам, как их содержать. Вообще, вот всю матчасть вообще выучила по лисам. И тут мне Леся звонит и говорит, тут с притравки продают трех лисят. Это стоило 40 тысяч рублей. Но так или иначе, я вообще тайно-тайно никому не говорила, потому что думала, что меня сочтут абсолютно тку-ку. Выкупила их, и они жили у Леси, пока мы их вакцинировали, глистогонили, ну, и подросли они. И тут я узнала о том, что оказывается, в России есть зверохозяйства, в которых, ну, собственно, выращивают зверей на шубы, ну, на мех. То есть, есть несколько звероферм в России, в Беларуси. Мы из Беларуси в этом году привезли щенков и лесят, и песцов, и блюфростов, это помесь, лисы и песца. Вот. Соответственно, как-то так все пошло. Это солнечная батарея, кстати, вот. Это наш источник электроэнергии на лето, солнечные панели. А на зиму у нас просто генератор бензиновый, который нам вот наши нужды по электричеству обеспечивает. То есть, здесь же нет сельхозземля, здесь нет электричества официального, здесь невозможно провести. поэтому вот кабель тянется от них и нам дает свет хотя бы, слава богу. Ну так вот, и в прошлом сезоне я просто стала выкупать с помощью людей, потому что один лисенок стоит там от 11 до 16 тысяч рублей, в том числе, это официальные продажи на сайтах сферохозяйств, есть все эти прайс-листы. Мы стали выкупать животных и заодно стали строить дом им. И построили первый лисий дом, большой, на свои деньги, а дальше открылись на планете Ру и построили второй. Не лисий дом, а енотовидный дом. Енотовидный это не для енотов, это для енотовидных собак. Это тоже пушное производство, то есть, это тоже зверь, который идет на мех, но это именно собака. Просто выглядит она немного как енот. Вот, сейчас мы увидим то, что мы построили уже в этом году. Вот. Собственно говоря, здесь уже заселены наши маленькие лисятые пусты, которых мы выкупили, в этом году мы покупали из Беларуси, потому что нам просто звонят и говорят, есть возможность выкупить, Даша, если ты хочешь, то пожалуйста, иначе они пойдут в забой. Но вот эти, естественно, уже будут жить с нами всю жизнь, мы их не пристраиваем, не отдаем, ни в какой забой они никогда не пойдут, просто мы вот спасаем таким образом в этих животных. Вот. Здесь построено сейчас шесть вольеров, не до конца. Да, они еще не до конца готовы. А вот это вот наша новая. Сейчас мы тоже туда можем, мы можем зайти, можем, мы можем или не можем? Нет, мы можем. Да, сейчас у наших лесяток гуляем. Вот радуется лисичка, вот эта, миляет хвостом лисичка, она радуется. Иди сюда. Он очень веселый и игривый лисик. Как раз вот те вот испугались, они не очень социально, в принципе, все животные кушные, практически все не самые социальные звери. Они уже взрослые? Нет, это маленькие, это еще щенки 3-4 месяца. Вот, это тоже лисы, это тесцы. себе на тылье уже все порвали всяких упаковок, которые здесь от струйки ОРС. В принципе, ничего страшного. Вот, песцы более социальные эти ученики, они готовы общаться и, в принципе, они подобрее будут. Вот, представляете, как можно пустить на шубу вот такую прелесть, я не знаю просто. Я своим инстаграммом счастлива, что я показываю людям, из чего делают шубы и очень многие сказались благодаря нашей вот этой деятельности по спасению пушных зверей от натурального меха. Вот это вот наша новинка этого сезона. Мы выкупили уже много енотовидных собак, но их надо еще куда-то поселить. Там еще или заделали, Дима, или нет. Нет еще. Ну, сейчас тройки. Вот. Здесь еще не все готово, но вот это все пространство будет, вот оно огорожено. Мы выпустим сюда наших выкупленных, они пока что еще сидят в довольно тесных условиях, ждут переселения наконец-то. В это пространство здесь будет купальня по центру, и вот у них естественный лес. То есть, имитация естественной, условия естественной среды для енотовидных собак. Лис, к сожалению, так нельзя содержать, потому что они склонны к побегу, и все лесоводы, все лесоводы говорят, что их нужно в сварных клетках держать, в том числе с полностью забетонированным полом, потому что они просто уходят через верх, через верх, ну просто. И вот эта конструкция как раз лесятника у нас идеальна, я считаю, гораздо лучше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году мы еще доделывали ползимы, все, что аккуратно. Яма, и яма. А вот лай мы сейчас слышали, это они тоже так лают, именно лают. Лисы псовые, им свойственны такие звуки. Ну, это не радостный лай, это скорее охранный лай. Вот. Зайти к ним нельзя, потому что здесь пока что не огорожено, и если произойдет утечка лесы, то она утечет прям в лес, и это недопустимо. Мы сюда заходим всегда со строковкой, когда кормить. Ой, лазит. Да, лазит она просто. Они как кошки лазят. Лазят они прекрасно, они могут и на потолке так же висеть. Это она испугалась, то есть она залезла туда, потому что она немножко испугалась. Вот, ну вот этот, конечно, очаровательный совершенно. Он совершенно безумный. Но он немножко безумный, кстати, он болеет. У лис тоже есть свои специфические болезни, которые проявляются в частности в эпилептических припадках, и, ну, довольно тяжелое это заболевание. Вот он приехал к нам сразу с припадками, с витаминной недостаточностью, но, как видите, он жив, радостен, и обколот витаминами. Вот, видите, как себя ведет собственник. Ну, и, в общем, я довольна тем, как он развивается, и как он себя чувствует. у него не капали? Нет, у него мы не капаем. Мои вопрос таковы. Вот, ну, на этом, наверное, все. Я, ну, весь свой максимум, что могла, хотела, можно сказать, показать, показала.